От станции Опалиха по одноименной улице, через Лесопарк и на Успенскую. О возможности организовать такой веломаршрут в Красногорске говорили замглавы округа и, собственно, сами любители двухколесного транспорта. Детали потенциальной трассы участники встречи обсудили прямо на ходу, пройдя по траектории будущей велодорожки. У нас давно уже есть запрос от представителей велодвижения и жителей на организацию веломаршрутов внутри округа. Так как округ у нас составной, Красногорск, Капалиха, новые микрорайоны, то, соответственно, исторически сложившихся путей их нет. А количество велосипедистов и людей, которые используют механические какие-то средства передвижения, оно растет. Растет и запрос на велотрассы. Красногорску, как воздух, необходимо целая сеть таких маршрутов, считает Михаил Качалин. Как туристических, так и тех, что свяжут между собой микрорайоны. Это вопрос не только удобства, но и безопасности. У нас дороги построены. Вот можно посмотреть. Широкая проезжая часть, на которой спокойно можно разгоняться до 80 или разгоняются до 80. Поэтому то, как рекомендуют ездить правила ПДД по обочине, это работает очень плохо. Мало кто понимает, что когда едет семья с ребенком на велосипедах, нужно хотя бы немножко в сторону отъехать и не мешать, либо не обрызгать, либо просто не испугать, либо пылью, либо даже не толкнуть. Потому что, бывает, при кирочку так проезжают, что цепляют людей на велосипедах едущих. Маршрут от станции Апалиха в Чернево-2 пройдет еще не одно обсуждение. А вот решение по другой трассе от той же платформы МЦД до микрорайона Апалиха О-2 уже принято. Финансирование на реализацию проекта, по словам Евгения Владимирского, ожидается в следующем году.